Зрелищные и немного грустные учения проходили сегодня в Сертылово. Зрелищные, потому что военные показывали, как танки идут под водой. Грузит же вызывал тот факт, что боевые машины остались еще с советских времен и фактически являются приветом из прошлого. Сейчас существуют еще более продвинутые модели, которые в России почти не выпускаются. Вот немного официальной статистики. За последние 10 лет в нашей стране произведено 280 танков. А за это же время страны НАТО сделали 4500 машин новейших модификаций с компьютерными системами и тепловизионными прицелами. Тем не менее, Т-80, который участвовал сегодня в учениях, по своим качествам по-прежнему остается на весьма высоком уровне. Из Сертылово Дарья Криволапова. На войне танк Т-80 выглядит, конечно, иначе. Под воду он уходит с двумя трубами на башне. Саму длинную не используют, как говорят военные, это лишняя демаскировка. Но в учениях решили от нее не отказываться. Во-первых, эти солдаты под водой в танке никогда не бывали. И в случае ЧП трубу используют как эвакуационный выход. А во-вторых, опять же, для безопасности рядовых, наверху садили опытного инструктора. Но он явно скучал. Танк Т-80 способен опускаться на глубину до 5 метров. Правда, до погружения его герметизируют. В мирное время на это уходит около двух суток. Но в условиях войны подготовить технику к водной переправе нужно всего лишь за один час. Прежде чем уйти на дно, солдаты должны прослужить минимум полгода. Накатать 70 километров по суше. Поэтому перед погружением танкисты и выписывают виражи на земле. Причем один из сослуживцев придерживает сверху люк палкой, которая больше напоминает швабру. Говорят, для того, чтобы у рядового не было желания посмотреть, как там наверху. Но самое главное, это моральная подготовка. Долго готовились. Подводное вождение было. Ну, не вождение, а под водой в таланках ходили. Полодно было и мокро. Так нормально, не страшно. Водитель ведет танк по дну почти вслепую. Для ориентира только гирополукомпас. Такие же используют моряки. Сбиться с пути почти невозможно. Поэтому никаких происшествий на учениях не было. Правда, на водном полигоне и не глубоко, да и спасательная служба всегда рядом. После того, как машина преодолеет водную преграду под водой и выходит уже на противоположный берег в боевых условиях, механик-водитель автоматически сбрасывает воздухопитающую трубу, а наводчик-оператор по воротам башни сбрасывает жарую трубу. Танк готов вести боевые действия. Преодолевать водные преграды, по сути, может любой советско-российский танк. Ну а Т-80 военные всегда говорят с гордостью. Он даже превосходит американского конкурента. Легче его на 15 тонн. А значит, маневреннее и выше боевые качества. Несмотря на возраст Т-80 принят на вооружение в 1976 году, танк до сих пор и на лету, и на плаву. Дарья Криволопова, Анатолий Григорьев, Андрей Бельский, Валерий Савинский, НТВ, Петербург.